Институт выборов Российский парламентаризм не рождает, поскольку организован он был в дореволюционное время по местным стандартам, но они не оказались удачными. Они могли бы потом как-то перерасти в народное представительство с какой-то национальной спецификой, но уж то, что организовали большевики и то, что организовали ельцинисты и путинисты, это уж точно никакой легитимностью не обладает. Никакие цели народного представительства не преследует и не будет из этого никакого проку. Все, кто вспоминает о выборах до пришествия вот этих так называемых демократов, ельцинистов, путинистов, как-то стараются забыть, что при большевиках выборы были один из одного. Союз коммунистов с беспартийными, никаких фракций, никаких партий, ничего. Одна партия и беспартийные, какая-то доля беспартийных, а так вообще однопартийная система и на выборах никаких альтернатив. Пришел Горбачев, альтернатива в 89 году появилась и пошло-поехала сплошная измена. Не только среди депутатов СССР, где образовалась так называемая межрегиональная группа, в общем-то подавляющее большинство из этой группы люди, скажем так, которым здесь ничего не жалко, как и было не жалко большевикам. Им тоже здесь было ничего не жалко. Они ненавидели Россию и добились ее расчленения очень быстро. За два года они решили этот вопрос. А еще через два года решили вопрос по поводу тех, кто искренне считал, что может быть демократия. Примерно пополам оказалось депутатом СССР. Депутаты СССР просто капитулировали вместе со всеми остальными, вместе с государственными органами. Вместо того, чтобы сражаться за единство государственной власти, они просто разбежались. Просто разбежались, ничего у них не вышло. А депутаты СССР частью надеялась перетянуть на себя какие-то полномочия, хотя страна была расчленена, но казалось, что вот на территории РФ, бывшей недавно РССР, можно там создать нечто, где они свой статус увеличат от статуса, скажем так, местного, локального, локального в рамках РСССР до статуса государственного. Станут представителями государства. Ну, кого-то это получилось, некоторые там в Думе по 30 лет просидели, типа вот этого урода не хочу называть фамилию. Ну, там и своих там было, кто там по 20-25 лет просидел, вот, должности там получили, и сейчас вот новые выборы. А о чем там говорить? Говорить, в общем-то, не о чем. Никакого спора нет. Все представляют одну и ту же фракцию, олигархи, все обслуживающий персонал. Нам-то что на этих выборах, что нам ходить, голосовать, когда все на одно лицо, там сколько там, 14 партий, все на одно лицо. То бесполезно, бесполезно даже мыслить о том, что из этого может выйти что-то хорошее. Я тут так мельком переключаю программы, что-нибудь в новостях, но новостей уже практически нет. Ну, хоть что-нибудь, что там в мире творится, может быть, что-нибудь существенное, опять какого-нибудь там борца с коррупцией арестовали за коррупцию. Вот, такие новости постоянно приходят. А тут показали, вот это вот прямо какая-то сумасшедшая новость, жеребьевка, кто из этих 14 партий на каком месте будет стоять. Меня эта жеребьевка совершенно не заинтересовала. Это жеманная Панфилова, которая из пустяка пытается там что-то такое сделать значимое. Ничего значимого там нет, кроме позорных этих рож. Вот, ну, из этих рож я заметил там один человек, мне показался знаком, так это же Павел Пожигайло. Я же его помню, мы с ним депутатствовали в одно и то же время, он был в Единой России, я был в Родине. Я думаю, что он там делает, может, у него партия своя. Ну, покопался и подумал, нет, ну, так не получается найти, может, он действительно в какой-то новой партии, якобы новый, ну, такой патентованный единоросс. То есть я припомнил, чем он занимался там в своей жизни, вот. Ну, вот до, где-то до 90-го года он был адъюнтом ГРУ, главного разведенного управления, ну, то есть там где-то в спецслужбах. Потом 90-е годы прогал, зачищена полностью его биография, где он был, чего он делал, в разведке служил или где он был вообще. Даже в Википедии вообще ничего не написано. Не было такого человека на политическом поприще. Вдруг в 2003 году он становится депутатом, и чем занимается-то он в комиссии по средствам массовой информации. Его позиция, все попытки, там, кто бы там регионы присылали проекты, там, фракция Родина представляла свои проекты о рекламе изменения закона, о изменении закона в СМИ, чтобы не было там порнографии, вредной, там, предательской информации, там, рассление, расчлененки и так далее. Ну, хоть как-то из закона о СМИ сделать что-то такое приемлемое, и чтобы у нас не было забито все вот мерзостями. Тогда их было, кстати, гораздо больше. Сейчас просто пустота, а тогда были мерзости. И вот Пожигайло стоял, вместе там был такой Валерий Комиссаров, председатель комиссии, его, может быть, кто-то еще помнит. Но он тогда же как-то вот не показался, ну, как-то там вляпался в несколько скандалов. И вот Пожигайло как бы выставили вот, как мнение комитета по СМИ в Государственной Думе представлять, вот, якобы специально... Конечно, он никаким специалистом не был, он к СМИ никакого отношения не имел, и к информационной политике. То есть полный ноль в этом вопросе. Зато он о нравственности судил и судит до сих пор. Вот о нравственности, что... Нет, ну, нравственность не это вот то, что вы там какие-то закономите. Как и на проекты написали. Нравственность – это когда вы ходите в церковь почаще. Вот это его понимание духовности, церковности, веры. Вот с этим он, еще не окончив своих депутатских полномочий, а как это так? У тебя предлагают должность, ты должен сказать, у меня, вообще-то, избиратели, которым я должен... Вот на четыре года тогда избирали, я должен... И куда я... Какую должность я должен занимать? Я должен закончить быть депутатом, сложить полномочия, отчитаться перед избирателями, а потом могу идти куда-то. Нет, он в замы министра культуры. Вот туда, раз. Из ГРУ, в СМИ, из СМИ, в Министерстве культуры. Там что-то не заладилось, там свое голубое лобби, с которым он как-то его пытался потеснить, и поэтому как бы в альтернативу. Он там что-то такое опять о нравственности, против фильма «Матильда» выступал, но это уже чуть позже. Ну, а что сделал-то? Ничего абсолютно. Ну, абсолютно ничего. Теперь, видимо, снова в депутаты Государственной Думы, если ты ноль во всем. Ну, там он потом его подвинули, он перешел в общественную палату, и там тоже, там занимается теперь он демографией, семьей, традиционными семейными ценностями, о которых ни малейшего представления, конечно, не имеет. Ну, вот теперь его, видимо, снова в Государственную Думу. То есть везде провал, везде скандал, везде нулевой результат. Ну, поэтому куда ж девать такого человечка, а вроде как свой, в Государственную Думу. Вот это вот вечно небритое лицо, вечно наглые глаза. А я еще помню его вот тоже в период, когда был депутатом, там была такая ситуация, когда спровоцировали вот здесь из Москвы массовые выступления молодежи. Сейчас, не помню, по-моему, в Латвии, руки прочь от русских школ. Подняли общественность, там профинансировали, там лидеров каких-то сформировали, подняли ролики, там все. А потом взяли и все бросили. И вот Пожигайло был одним из тех, кто как раз к этому приложил руки. Вот я так уже не очень точно помню эту ситуацию, но было вот ровно так. Подняли и бросили. И, ну, это такова политика Путина. Он никогда и ничего не может. Он не может ни из Белоруссии задружиться нормально, уже были на грани объединения, ничего не получилось. Ни Грузию разгромить, все, стояли там на пороге, достаточно было взять Тбилиси и установить там режим, который выгоден России. Нет, ну, зачем? Ну, и не буду это как бы анализировать, но они все такие, у них все вываливается из рук. Поэтому они говорят, не, ну, страна очень большая, как-то вот трудно с ним. Давайте еще раз поделим. Вот я думаю, к чему ведут вот все эти выборы, вот все это холуйство Государственной Думы, этих псевдодепутатов, которые никого не представляют, этих псевдопартий, которые ни одна из этих партий, никакой своей позиции не имеет и даже не высказывает и не пытается как-то заручиться поддержкой избирателя. Потому что все ходы уже записаны, как у жулика Остапа Бендера, или там, когда он играл с одноглазым любителем шахмат, тот записывал ходы, ну, а у них уже записаны заранее все ходы. Понимаете, уже известно, кто будет депутатом, ну, там с точностью плюс-минус кто-то попал, не попал. Но если ты не попал, то тебе, вот как там пожигайло, тебе дадут кормушечку, не забудут тебя. Все уже определены. И поэтому им нужно много мест, им нужна общественная палата, им нужен вот этот фронт какой-то, им нужны фиктивные общественные организации, куда они там расставляют. А депутатствовал раз на общество потребителей, к которому ты не имел отношения, тоже один из людей, которых, я знаю, или там тот же пожигайло. Всероссийское хоровое общество. Какое отношение он к хору имеет? Еще там пишет какие-то рекомендации о преподавании музыки в школе. И вот это. К Столыпину какое он имеет отношение? Он там где-то поспособствовал изданию юбилейного тома, там, с речами Столыпина. Ему медаль Столыпина. Молодец. На все руки мастера. Вот такие мастера, готовые придать все, руководить чем угодно, куда пошлют, везде организовать провал. И никогда не провалится в личном плане карьера того, что всегда на плаву. Вот таких людей вы пойдете выбирать? Да не ну и на. Вот здесь написано. Байкот. Слава Руси. Господи, спасибо. Слава Руси.